Как сделать, чтобы у мужчины на первом месте был не секс? Найти ему другую цель? Вы себе другую цель найдите. И у него другая цель автоматически возникнет. Потому что в этом мире все ведь хитро очень устроено, мои хорошие дамы. Дамы, мои хорошие. Сейчас я вам расскажу, что такое секс для женщин и секс для мужчин. Вы поймете разницу, и вам тогда немножко станет не по себе. Если вы так рассуждаете, смотрите. У женщины, у нее все тело приносит ей наслаждение. Все тело. И все, что с телом соприкасается, также это половая энергия. Допустим, квартира, обстановка в ней, комфорт, отношения с детьми, с родителями. Все, что мне приносит наслаждение, это все секс для женщин. Потому что для нее главное это тонкий секс, а не грубый. Грубый тоже она испытывает от этого чувство, да. Но для нее главное вот это вот. Потому что даже если этого не будет, для нее ей грубый секс не нужен. Он нужен ей вот в этой вот обстановке, в которой она будет испытывать счастье. Понимаете, нет? Систему. Вот женщина, когда испытывает счастье в обстановке, она в квартире ходит. Классно ей. А у мужчины, понимаете, у него вот это все не работает. У него как бы секс только в одном месте в теле. И так как жена вот в одном месте, представляете, все в одно место только сведено. Вот. И когда жена как бы наслаждается жизнью, она передает женщине, наслаждается жизнью. В какой-то квартире ей хорошо. Она так, как у женщины, половые органы имеют горячую природу, у мужчины холодную. И поэтому эгоизм у женщины горячий, а у мужчины холодный. Это значит, что 20 мужчин в одной комнате могут жить без проблем вообще. 20 женщин, даже две женщины в одной комнате не могут нормально жить. Даже две. У них трудности возникают. Они начинают контролировать территорию. Одна чайник ставит в одно место, другая приходит в другое. Так они ходят в чайнике, переставляют целый день. И взгляд целый день. Так, женщина или нет? Пробу ли жить женщиной рядом? А если не злишься, женщина рядом живет и не злишься. Тесно с ней? Вы жили с женщиной хоть раз вместе в одной квартире? В одной комнате жили? Жили и что, нормально? А? В полной комнате нет квартиры. А, в этом вся разница, понимаете? Она свою территорию контролирует, вы свою. Это факт. Это означает деятельность разума. Конечно, женщины могут жить в одной комнате, если они контролируют себя. Действует разум в этом случае. Но если они расслабляются в квартире, расслабляется женщина. Начинает она как расслабляться? Она все расслабляет, как она хочет. Вторая расслабляет, она расслабляет, как она хочет. Начинается что? Вражда. И все. И понеслась. Если дочь считает, что мама хозяйка, тогда нет. Расслабиться должна одна женщина в той квартире. Все остальные ей помогают расслабляться. Так, смотрите, у женщины половая энергия по всему телу, да? И по всей квартире. Она ведет себя расслабленно в квартире. Она, у ней горячую природу имеют половые органы. Они воздействуют. Поэтому возникает у мужчины, смотрите, у женщины ум холодный, половые центры горячие. Поэтому женщина, она умом не возбуждена. То есть она думает, ну это твои проблемы. Ну она не влюбляется особо. Твои проблемы, что ты хочешь. Вот. Но у нее действует как бы энергия снизу. Она не знает об этом, кстати. Женщина не знает. Что у них очень горячая половая энергия. Она действует на мужчин. И у мужчины крыша слетает. Да. И снова вижу образ твой, Мадонна. Понимаете? То есть, ну сердце как бы пошло жарить. Вот. Тяжело становится жить. И что дальше происходит? У него мозги как бы горячие. И поэтому начинает ее добиваться. У мужчины мозги горячие. А он ему разогревает половые органы внизу. А это идет в мозги все. У нее раскрываются мозги. И он начинает доставать ее, добиваться женщину. Вот. А у нее холодные мозги там внизу горячие. Она говорит, я не виноватая. Он сам пришел. Она не знает, что она виновата женщина вообще. Вот у женщин вообще с этим большая проблема. Они считают, что виноват мужчина всегда. Почему? Потому что у нее энергия вся действует неосознанно. Женщина, она ничего не делала вообще. Ничего плохого не делала. А он пристает четко мне. Правильно? И поэтому козел. Ну, смотрите, как психика работает. У женщины все в виде желаний. Потому что у женщины психика в 6 раз сильнее, чем у мужчины. И у женщины все действует в виде желаний. А у мужчины в виде поступков. Потому что у него как бы больше действует энергия поступков. А у женщины – желаний. Допустим, у женщины плохое настроение. Кто орать будет? Уж. Она не орет на него, она просто говорит, я тебя трогаю. У нее плохое настроение она не трогает, кажется. Ну ему, не знаю, что это с собой делать. У нее плохое настроение, ему плохо. Он говорит, слушай, ну что с тобой происходит? Говорит, я тебя трогаю. И она думает, вот гад, мне и так плохо, он меня еще доводит. Так? Она всегда видит, что он действует. И потом, смотрите, женщина, она снаружи, смотрите, какая она такая хорошая вся. Разговаривает мягко, нежно. И у ней все действует где-то в глубине внутри. Она, допустим, на кого-то обиделась, не показывает виду внутри. Но снаружи по боскам, по мозгам пьет сразу. И человек, мужчина, то есть, на него обиделась жена, допустим. А он начинает к ней приставать. И она смотрит на него. А женщина, она вся же очень такая правильная, снаружи. Она на себя смотрит в зеркало, думает, блин, какая я красивая. Этому скоте не досталось. Она не видит же все недостатки. Она видит красоту. У женщины красота снаружи, у мужчины снутри. И женщины должны это знать. Они должны знать, что у ней все плохое внутри не видно. А у нее все снаружи. И она же еще и замечает хорошо, потому что у ней отработана система локаций. У женщины. Она очень четко замечает все, что там он сделал. И запоминает главное. И когда начинается скандал, он только рот открывает, она ему все перечисляет, что она знает о нем. А он все забывает, потому что у нас снаружи красивая. Он все забывает. Он его рот только открыл. А она ему все рассказала, кто виноват. Да с ней ругаться бесполезно. Потому что она все помнит. А? Когда мужчина себя так помнит? Ну, это значит уже особенности отношений в наше время. Женщины ничего не помнят, как бы. И некрасивая снаружи. Мужчина красивая себя помнит. Такое бывает, конечно, но как бы. Но это уже как бы особенности в наше время отношений. Иногда мужчины поют так же. Такие, нет, такие кромкленькие, большие. Поют так. Бывает такое. Что делать? Я даже не могу так спеть. Не тот голос. Или эти мальчики тоже пили. Мальчики. О, 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 о. Помните из Германии? Мальчики. В бою. Такие. О, о, о. Это особенности в наше время развития уже людей. С этим ничего не сделаешь. Они мальчиками остаются и в 40 лет тоже. Ну, что делать? Так, на чем вы остановитесь? Сейчас что-то меня заносит немножко. А, мы остановились на этом, на взаимоотношениях, да? И вот поэтому... А, насчет секса мы говорили, да. Поэтому... И он пристает, сволочь. Почему? Потому что... Я-то наслаждаюсь жизнью, как бы, в женском теле же, вы как бы, тонкий секс, главное. Я наслаждаюсь, ему бьет по мозгам. Вот. У него все идет вниз. Ему хочется только одного вот этого. Он не может наслаждаться, как я. Но если ты хочешь, чтобы как ты наслаждалась, тогда за женщину выходи замуж. А вот так, как ты за мужика вышла, у него вот такой способ. И поэтому женщина должна к гумании к мужчине относиться. Раз она наслаждается жизнью, значит, он будет секса хотеть. И вот вопрос был прямо задан мне прямо. Вот честно, женщина сказала. Вот. Вот она... Где записка-то? Она честно мне сказала, как сделать, чтобы у мужчины на первом месте был не секс. Для этого надо меньше наслаждаться обстановкой. Вот как сделать? Надо, чтобы у тебя тоже на первом месте был не секс. Тогда... Это тонкий секс уже, понимаете? Пытайтесь это понять. Это то же самое. Та же самая энергия. Просто действует по-разному. Ага, вы поняли. А я не могу, Олег Геннадьевич, так вот себя заставить. Хорошо. Тогда не трогай мужа. Оставь его в покое. Да, ему жить, как он может. Выживать, как может. Понимаете? Выживает, как может. Это называется гуманность уже для женщин. Как, согласно вид, человек должен расставлять приоритеты по отношению к себе и окружающим. Я, муж, дети, родители, друзья и так далее. Я в центре стоит. Вот классно. Да, это так, как расставляет природа. То есть, природа как расставляет? Мы рождаемся и у нас я в центре. Я. Потом идет то, к кому я больше привязан. К кого счастье больше стоит. Муж. Или даже дети сначала, чаще всего, не муж. Потому что женщина больше к детям привязана. Потом дети. Потом муж. Потом жучка. А потом только друзья. Потому что привязанность жучки больше даже, чем друзья. Часто бывает. Родители потом, после друзей идут уже, соответственно. А родители раньше, чем друзья. Но жучка все равно ближе. Знаете, а как должно быть? Сейчас объясню. Сначала идет Бог. Бог сначала идет. Потом тот, кто ближе к Богу. Святой человек. Потом дальше. Те, перед кем я выполняю свой долг. Они к мне ближе. Это дети. Там муж сначала или жена. Потом дети идут уже. Друзья. И я на последнем месте. Я на последнем месте. Это последняя буква в алфавите. На последнем месте. Спокойно, расслабьтесь. Я на последнем месте. Это означает положение души правильное. Душа должна научиться понять, в чем заключается истинное достоинство души. Истинное достоинство заключается в том, что она я на последнем месте. Поэтому, когда инициируют в ведической культуре, ведок, инициируют, дают инициацию, духовное посвящение. Дают новое имя обычно. Это и во всех традициях духовных. Да, дают новое имя. И в ведической культуре на конце имени стоит «дас». «Дас» означает «слуга». Слуга. То есть ты слуга. И один просто из случаев. Духовный учитель давал своему ученику. Он был такой. Я всегда на первом месте стоял. Но он решил ему все равно дать посвящение. Хотя в этом случае он не квалифицирован как ученик. И когда он кланялся духовному учителю, он ему сказал духовное имя. И потом ему говорит «дас» в конце приставка «дас». Смотрит на ученик и говорит «дас», 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 «дас». Он все равно как бы повторяет ему. Означает, ты на последнем месте. На последнем, на последнем, на последнем. И не на первом. Это означает осознание себя как души. Душа, она всегда служит. Поэтому она живет в духовном мире. Когда душа действует как слуга, она всегда действует для других. И поэтому вырабатывает из себя духовную энергию. Так как она отдает, энергия всегда не кончается. Смотри, если два человека отдают, что получается? Увеличение, да? Два человека берут, что получается? Пусто. Поэтому, когда душа для себя на первом месте ставит, наступает материальная энергия. Материальное время действует. Это означает, что все хуже и хуже жизнь становится. Потому что все все берут. Понимаете? Как в анекдоте, евреи решили как бы вместе как бы из одной емкости пить. И они каждый принесли по бутылке. Вылили, потом зачерпнули. Оказалось, вода. Чистая вода. Каждый принес. Что-то другое. Подумал, ну я там чуть-чуть разбавлю, ничего страшного. Так мы живем в этом мире материальном, понимаете? Что мы все чуть-чуть разбавляем. И ничего страшного. Надо понять, что душа, она слуга по своей природе. Означает, расставляется именно так все. Я на последнем месте, а не на первом, как вы нарисовали. Хотя вот сейчас, пока у вас так, это означает невежественная жизнь. Благостная жизнь. Я уже не на первом месте. Бог на первом месте. Понимаете? Тот, кто высшую истину дает на первом месте. Наставник на первом месте. Ну вот, видите, вы знаете, вы дальше пишете. Или человек пришел сюда служить, и он ставит себя на последнее место. Спасибо вам за эту записку. Я вас взгляд ругал. Это я сам себя считаю на первом месте. И кто важнее? Муж, дети, родители. Бог, наставник. Муж. Потом его. Потом дети. Потом родители. Для жены. Точно так же, для мужа тоже. Как вести себя, если ты твердо решил больше не пить? Видите, как удивительно человек такую записку написал. Так ему благодарен за эту записку. Алкоголь совсем. Но в семье и в коллективе это трудно понять людям. Они обижаются. Классная записка. Супер. Давайте посмотрим с духовной точки зрения. То есть с точки зрения тонкой материи. Не с духовной, а с точки зрения тонкой материи. Вы решили не пить. Кто обижается в первую очередь на это? Кто обижается в первую очередь? Дух. Который управляет ситуацией. Потому что он наслаждается этой энергией. Ты с ним заключаешь договор. Да, человек выпивает, он откуда счастье получает? Думаете, из спирта? Спирт это просто химическое вещество. Как оно может тонкий ум сделать счастливым? Вот подумайте. Ум, счастье находится в тонком уме, не в грубом теле. Грубое тело это просто машина. А там живет ум и душа в уме. В грубом теле живет тонкое тело. Как может материя грубая поддействовать на более тонкую структуру? Ум вообще, он не из атомов, то есть даже не волновое свойство имеет. Ум вообще имеет другую природу, больше, более тонкую. Достаточно подумать. В секунду связь происходит. Тысячу, миллиарды раз быстрее скорости света. Я увидел вашего родственника. Связь моментально устанавливается, немедленно. Ум имеет другую природу, не волновую даже. Это другая природа, даже скорость света отдыхает по сравнению с скоростью с ума. Это веды описывают. Ум имеет другую природу, совсем более тонкую. И вот эта энергия ума, она вообще ничего общего не имеет. Ни с волнами материальными, ни с атомами, ни с нейтронами. Эти все частицы отдыхают по сравнению с умом. Это другая принципиальная энергия, которую мы не знаем. И другое измерение. Жить в энергии ума, это другое измерение принципиальное. Веды объясняют, что если человек научился жить как минимум в психическом теле, то есть внутренние отношения устанавливаются людьми, воспринимает мир с позиции внутренних отношений, в следующей жизни уже грубое тело не получает. Он уже получает тонкое тело, ангелы, знаете, ангелы. Это жизнь в тонком теле уже все. Принципиально другая жизнь, более высокая, более разумная. Итак, Духу не нравится то, что я перестал пить. То есть я верил в этого Духа, бутылку, это же вера, пытайтесь понять, что это вера. Мы поклоняемся бутылке, ставим ее посреди стола, на всех торжествах. Мы клятву даем вместе с водкой, то есть этому Духу даем клятву. Мы украшаем бутылку, она для нас, как мы дарим ее на самые торжественные мероприятия, понимаете? Если нам трудно, мы выпиваем вместе, чтобы делить эти трудности вместе с Духом и друг с другом. То есть мы поклоняемся Духу. Потому что раньше люди ставили икону посреди стола, вместо бутылки. Когда мы поминали, раньше поминали люди, молились во время поминок, они выпивали. Понимаете? Сейчас мы поклоняемся Духу. Это поклонение Духу называется. И поэтому те люди, которые поклоняются Духу уже, будучи учеными, они защищают спирт, защищают своими научными трудами. То есть они доказывают, что это полезно, в маленьких дозах там. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну а тем более полный горшок. Да, помните Винни-Пуха? Система так у всех работает, не только у Винни-Пуха, понимаете? Мы не можем остановить эту систему. Это не мои слова, это слова великого ученого в области спирта. Это Жданов, Академик Жданов. Жданов, он великий ученый, он знает точно, как это работает. И он говорит, человек не может пить мало. Потому что когда мы выпиваем чуть-чуть, мы устанавливаем отношения с Духом. Когда нам плохо становится, у нас нет другого выхода. Потому что эти веселящие Духи, это написано в бедах. Есть там наука, бутология называется. Это бута означает Духи. То есть наука о Духах. Она объясняет, как это все работает. Она рассказывает, что человек устанавливает отношения с Духом. Как Дух дает ощущение счастья, ты просто выпиваешь и включаешь механизм. Договор с Духом подключаешь. Он тебе дает ощущение счастья, а ты ему взамен отдаешь свою свободу. Ну то есть, когда в трудную минуту, когда наступает, тебе плохо. У тебя только одна мысль возникает в голове. Надо выпить. Другой способ от тебя решить эту проблему нет. Как, допустим, у Розенбаума наступила грусть. Ну что ж, пойду пройдусь. У вас не получится уже. Придется выпивать в этом случае. Понимаете, вот это как раз механизм именно так и работает. Поэтому друзья не любят, что ты не пьешь. Это не друзья не любят, это Дух не любит. Потому что ты насильно разорвал отношения. Он не хочет тебя пускать. Что надо делать? Надо молиться. Дух не любит. Ничего страшного. Надо молиться. Вот, допустим, смотрите. Я прихожу. У меня были такие случаи. Это было чудо для меня. Чудо. Смотрите, когда я только бросил есть мясо. Всем было не по себе от этого. Куда я не приду в компанию, все. Ты че? Без мяса. Ну, че? Как жить вообще? Причем интересно. Всегда, когда ты бросаешь есть то, что связано с судьбой, это всегда вызывает очень мощную реакцию. Вот есть продукты, которые не связаны с судьбой. Допустим, ты бросил есть яблоки. Ты приходишь в компанию. Говорят, ты че не ешь яблоки? Ну, ты че вообще? Яблоки, да это уже важно. Надо есть. Никто не скажет, потому что, ну, ешь яблоки, не ешь. Ешь, ешь. Твои дела, твои проблемы. Молоко больше связано с судьбой, с энергией. Молоко больше связано. Молочная пища. Больше в себе энергии несет связи с судьбой. И поэтому люди говорят, ты че? Молоко пьешь? Это же вредно. То есть они уже начинают. Никто про яблоки не говорит вообще. Про молоко могут сказать. Ну, редко. В основном говорят про мясо. То есть ты мясо бросил есть. И обращают внимание. А если не выпиваешь, тем более. Тем более. Потому что еще больше с судьбой связано. Понимаете? Систему нет. Как работает. И я вот это чувствовал с детства. И я когда прихожу, там, допустим, люди едят мясо. Бывают друзья, допустим. Ну, они мясо едят, допустим. Я говорю, ну, ты что? Ну, это же, ну, ты че? На одной травке хочешь прожить? Ну, это же несерьезно вообще. Ну, как ты будешь жить? И мне думают, ну, наверное, точно неправыное. Ну, как на одной травке вообще я проживу? Не на одной же травке. Молочные продукты тоже имеют все, как бы, белки животные, какие есть мясо. Все то же самое. Они говорят, ну, молоко, ну, это же понимаешь, что это несерьезно. Мясо это серьезно. Видите, серьезно оказывается это. А вот оказывается, сметане белки усваиваются гораздо быстрее, чем в мясе. Они же эмульгированы. Каждый белок окружен жиром. Моментально всасывается все моментально. Все то же самое. Хочется мясо, блин, Олег Геннадьевич, ты не понимаешь, дурак этого. Ты не мужик, наверное, мясо мужику хочется. Это не мужику хочется мясо, а обезьяне в тебе хочется мясо. Потому что мясная пища энергию вниз опускает. И она дает возможность больше сексом заниматься. А так как энергия идет туда, поэтому надо мясо, мясо. Понимаете? Это уже обезьяна работает, а не мужик. Мужик, он стремится к совершенству, а не к сексу. Вот надо в этом разобраться в вопросе. Что во мне просит мясо? Обезьяна или человек? Вот оно в чем у казака с проблемой. Проблема заключается в том, что есть силы, которые нас заставляют. И теперь, смотрите, человек, допустим, победил эти силы в себе. Он приходит опять в ту же самую компанию. Прихожу в ту же самую компанию. И говорит, ты что не ешь мясо? Я говорю, да не хочется. Я не раз спокойно. Вообще никто не обращает внимания. Вообще. Или я, допустим, прихожу в компанию, они выпивают. А я сижу, мне лимонадик пью. И никто не обращает внимания вообще. Все меня уважают вот таким, какой я есть. Это значит, что я этого духа победил, и он ничего со мной сделать не может. И он отстает. Все. Ему ничего не надо. А на этом промежуточном этапе надо просто молиться. Понимаете? И поменьше встречаться с теми, кто выпивает. Потому что ты не можешь победить. Ты чувствуешь, они выпивают, а тебя пошло, пошло, пошло. Здесь это не объясняется тем, что они выпивают, а тебя просят. С точки зрения дружбы это не проблема. Ну, допустим, ну не хочешь ты этого делать. Ну, что теперь делать? Ну, не хочешь. С точки зрения дружбы не проблема. Ну, не хочешь, и все. И что, проблема? Не проблема. Есть другая проблема. Что тебя начинает засасывать в этого все. А это означает влияние духа. Они тебя просят, и ты чувствуешь, что тяжело. То есть тебя засасывать означает психическое влияние. Это влияет дух этот. Он говорит, ты что, дурак? Ты меня променял на этого очкарика? Все люди пьют. Все люди нормальные пьют. Посмотри, все начальства, все правительства, все пьют. А ты? Ты не культурный человек, не воспитанный. Надо пить, как все жить. Нормальным человеком быть. Знаете? Так действуют на мозге, что ты типа социальным становишься человеком. Ты как не пьешь, значит ты вообще как бы дикарь, просто дикарь. Знаете? Так действует этот дух, он так на мозге действует. Ага, ну надо выпить, что делать? Последний раз. Последний раз. И выпил, и все пошло дальше. Почему? Потому что он уже захватывает психику, и дальше уже не остановишься. Все. Что делать? Меньше общаться. Общение – это сила, через которую передается влияние духа. Общение. Общайтесь с теми, меняйте сферу общения. Меняйте, пытайтесь. Как общаться? Говорит, ну у меня жена, там дети, там все. У меня, ну куда, что, бегать в монастырь, что ли? Нет. Сейчас объясню, что такое общение. Общение – это бананы в ушах. Берешь наушник, вставляешь. И слушаешь лекцию. Духовную музыку слушаешь. Молитву слушаешь. Это означает, звук означает общение. Это тебе ближе к сердцу. Это тебе дороже. И ты слушаешь, и в это время общаешься. Не действует уже. Почему? Потому что ты общаешься здесь, а там делаешь вид, что общаешься. Все. Ты победил судьбу. Все очень просто. Они спрашивают, что у тебя в ухе? Что? Дух будет спрашивать, что в ухе? Что в ухе? Он говорит, да ничего, все нормально. Нет, что в ухе? Ну, что в ухе? Нет, ну, что в ухе? Мы не будем праздник пока не скажешь, что в ухе? Скажут. Да ничего. И отстанут рано или поздно. Деваться не будет. А что делать? Видите, как тонкие силы действуют через людей? Это хитрый способ такой. Трудно понять. Ведь по факту, если человек выпивает, никто его не спросит, что у него в ухе. Если он сидит и не выпивает что-то в ухе, значит, надо это вытащить. Мешает компании существовать нормально, потому что дух управляет атмосферой компании. Смотрите, человек один сидит, не пьет. Это значит, что он мешает жить. Мы не можем расслабиться. Людм говорит, убейте его, убейте, он не пьет. Ну, почему ты не пьешь? Иди отсюда, все. Не мешай нам жить. Но он же не мешает никому, не трогает, так? Это духу не нравится просто, который управляет ситуацией. Ему не нравится, что этот человек не в ту ботву заехал. Но если он непобедим, он спокойно себя ведет, смиренно. Дух его не может трогнуть. И он может где угодно быть, пьют, не пьют. Он спокойно ведет себя. И никому это не интересно, вообще никому. Допустим, я приходил на телевидение съемки делать. И меня спрашивали, кофе, чай, коньяк. Я говорю, просто теплой воды. И так как я чувствовал, что что-то не то, то они тоже чувствовали, что что-то не то. Говорят, почему? Теплой воды, почему? Типа язвенник, трезвенник, там еще кто-то, сектант. Вот. А потом, знаете, у меня, я победил в себе вот это вот. Вот это вот, победил в себе. Я прихожу теплой воды. И они приносят теплой воды. Сейчас, в состоянии счастья, я при этом не кажусь каким-то испорченным, слабым, глупым сектантом. Сектантом, понимаете, человеком непонятным, каким я не кажусь. Я нормальный человек, Олег Геннадьевич, там известный человек, любит теплую воду. Разве он не может любить теплую воду, Олег Геннадьевич? Не имеет права? Имеет. Понимаете, о чем я говорю или нет? Пытайтесь это понять. Что, когда человек внутри себя, это побеждает чувство, то тогда никто не реагирует вокруг. Если президент страны попросит теплой воды, кто-то среагирует? Нет, почему? Потому что он имеет чувство собственного достоинства, он имеет право. Назвок вообще Путин так пошутил. Было собрание, он, кстати, тоже не любитель спитного. И когда он просто пил соки, его спрашивают, а что вы как бы не пьете? Он говорит, я, говорит, не пью и вообще я вегетарианец. Он так пошутил, и всем понравилась шутка. Ну, как видите, в этом заключается, что если человек имеет чувство собственного достоинства, то у него все нормально. Никто его не трогает, понимаете? Потому что это вопрос судьбы, а не вопрос того, что тебя кто-то должен за это трогать. Это вопрос судьбы. Как она решена, твоя судьба в этом направлении или нет? Силы будут на тебя влиять эти окружающие или нет? Меня уже давно с этим вопросом никто и никогда не трогает. Никто не может мне сказать, почему вы мясо не едите. Вообще никто не подойдет, не скажет. Почему я скажу мясо, почему я не ем? Мой хороший. Даже ничего не отвечу. Потому что незачем отвечать. Все и так ясно. Потому что отвечают те, кто считают себя неправым. Я точно знаю в своем сердце, глубоко-глубоко точно знаю, что так надо жить. У меня нет сомнений. Поэтому мне зачем-то спорить.